Наконец-то я могу ощутить всю эту власть, находясь внутри Шрека, накрашенного Шрека-трансвестита. Открываем задницу, так сказать, с заднего прохода забираемся. Так, теперь закрываем на кнопочку. Так, и теперь мне, по-моему, нужно перелезть на водительское сидение. Да, это сидение пассажирское, если что. Вот здесь вот водительское. Вот только смотрите на эту красавицу машину. Естественно, никакой подвески нет, подвеска и не нужна. И каждый, каждый, кто будет проезжать мимо, должен знать владельца Шрека-мобиля в лицо. Потрясающе. Так, ну а теперь настало время кое-что покруче. Паровозик Томас, дамы и господа, у него уже рабочий фонарь. У него выражение лица, будто говорящее нам о том, чтобы мы его убили. Но сначала мы прокатимся. Никаких убийств, пока я здесь. А сзади тоже есть свет. Залезаем внутрь. Но здесь явно уже проработание. Есть гудок даже. Но великолепно именно такой звук и издавал Паровозик Томас. Так, но я не вижу здесь кресло машиниста. Неужели все управляется с одной кнопочкой? Я вижу блоки, которые нужно убрать, скорее всего. Невероятная скорость. Ощущается каждая кочка. Никакие железнодорожные пути не нужны. Томас с рывками, рывками и в мучениях, в муках. Но он справляется. Он справляется, смотрите. Он так и хочет, чтобы мы, наконец, его уничтожили, избавили от страданий. Но мы будем эксплуатировать его по полной. Причем мы можем выйти, прогуляться по лесу, чем-нибудь заняться, посадить картошку в конце концов. А затем, когда мы захотим отправиться дальше, мы можем догнать наш состав. И, конечно же, воспользоваться его услугами. Так, ну что ж, 10 баллов получает от меня Паровозик Томас. Не знаю, как он здесь оказался, но, видимо, я его зачем-то скачивал. Так, какой-то невероятный польский автомобиль. Польского автопроизводителя. Сейчас мы посмотрим, чего добились поляки. Так, ну что ж, пока дизайн мне нравится. Обклеено все подушками, прямо как в дурке, как я люблю. Залезаем на кресло. Так, у нас есть одна кнопочка. Вот так вот трансформируется в баги этот подушка мобиля. И да, действительно, слушайте, на удивление, выглядит нормально и даже управляется. А у нас до сих пор автоваз. Похоже, и тут поляки нас обставили и обогнали. Ну, нихрена не видно из-за каркаса безопасности, но это все-таки баги. И помимо каркаса безопасности, здесь еще и подушки безопасности. Шарообразный дрон, который, между прочим, может левитировать. Выглядит он довольно интересно. Слушайте, у него есть и дисплей. И на дисплее я сначала думал, что будут глаза, но на дисплее понк. Классический понк. Ой-ой-ой, пропустил, пропустил. Правый игрок. А, да, действительно, глаза появляются. Вот это неплохо сделано. Смотрите, сколько красиво. Что-то изволено, мне кажется. Так, окей. И как же мне попасть внутрь? Могу ли я управлять этим дроном? Я вижу тут что-то типа лестницы. Так, и вон там, по-моему, что-то есть. Да, ну, таким образом, я могу запрыгнуть. Здесь у нас две кнопочки. Одна кнопочка — это взлет. Приземление — вторая кнопка. Тягой мы можем управлять. А третья кнопка — это залучшить двигатель. При этом дисплей работает без конца. Да, плюс еще мы можем, естественно, поворачивать в разные стороны. Взлетаем. И затем, ну, приблизительно как на вертолете управления. Затем наклоняемся немного вперед. Ну, выглядит достойно. У нас есть survival box. Это не когда-то актуально. А в этом контейнере можно выжить. Я уже видел новость, в которой было сказано, что в Петербурге, по-моему, возле больницы располагают морозильные камеры для хранения трупов. Но мы не будем о плохом. Открываем этот бокс. Этот бокс просто мне напомнил эти самые камеры. И, честно говоря, желания никакого не было залезать внутрь. Так, просаживается уже фпс. Закрываем дверь. Она нас подталкивает. И теперь мы отсюда не выйдем. Чего-то мне холодно уже здесь. Так, и давайте посмотрим на функционал. Первая кнопка — это открытие задних ворот. Также на третью кнопку... Я не знаю, что это, но это похоже на пушки. Да, вот в чем смысл... В чем смысл названия. Этот бокс, этот контейнер может также в основном защитить. И вы сможете выжить при зомби-апокалипсисе, например. Таким вот образом эти створки закрываются. Так. Да, огонь из всех пушек. Но задница и передняя часть фронтальная, она не защищена. А, это дополнительные пушки. Так, ну вот в таком случае мы, похоже, весь периметр можем защищать. И, в принципе, пушки спереди и сзади не нужны. Так, и здесь что-то еще было связано с выживанием. Бункер, целый бункер. Он, конечно, передвигаться вряд ли нам позволит. Но, тем не менее, какой-то функционал у него наверняка есть. Итак, что же за бункер с открытыми воротами сразу же? Может быть, их можно, конечно, закрыть. Так, а внутри все, что нужно для выживания. Так, можно закрыть. Как будто сцена из Фоллаута. Все, наше убежище готово. Далее, вот такое вот освещение. Все прекрасно видно. На самом деле, действительно светло. Бронированные двери, естественно, с максимальной степенью защиты. Конечно же, контейнеры с какой-то провизией, с какой-то пищей. Так, ну и несколько капсул. Я так понимаю, это жилые помещения. Вот это вот, по крайней мере. Да, ну вот это вот жилое помещение. Прямо казармы какие-то. Есть везде. Везде есть лампа. Возле каждой койки. Здесь еще какое-то хранилище. Какие-то полки. Так, ну и ванная комната и туалет. Вот здесь вот размещены раковины. Можно также помыться, привести себя в порядок. Прекрасные пузыри. Кстати, я не знал, что они здесь существуют. Так, ну и собственно все. Двери очень медленно, правда, закрываются. А также здесь дополнительное освещение в ванной комнате. Вот и весь бункер. И разносим весь бункер в хламину. Но некоторые баллоны не взорвались. По крайней мере, вход и выход, соответственно, был уничтожен. Так, какой-то компактный дом. Здесь также можно выращивать картошечку, естественно. Выдвижной стол со стулом. Также кровать. Я, кстати, такие кровати видел только в американских фильмах. Так, а это ванная. И ванная тоже. То есть если останется немного воды, затечет она куда-то вглубь. Ванная поднимается. Ничего себе. То есть вы залезаете на ванну, нажимаете на кнопочку и оказываетесь на чудном балкончике, где можете развлекаться. Стеклянная дверь. Осматривайте просторы. Наслаждаться свежим воздухом. Но мне кажется, если я нажму на кнопку, тебя расплющит. Он выбрался. Он дематериализовался. Там, кстати, еще какая-то кнопка есть. А, там дверь. Подождите. О! Здесь туалет, оказывается. Прямо рядом с кроватью. Удачное расположение. Да? Неплохо. Неплохо. Так, мы, наверное, подсмотреть не будем. Закроем. Закроем, пожалуй. Надеюсь, его там не убило, не зажало. Закроем все двери, пожалуй. Но так-то лучше. С ним все хорошо. Не переживайте. Сейчас мы дырочку организуем, для того, чтобы подсматривать. Чем он там занимается. По-моему, он недоволен. МЧС сработало. Ничего себе, зажигательная музыка. Не уверен, что в Припяти играет такая музыка. Хотя, может быть, до того, как произошла вся эта трагедия. Здесь не только колесо обозрения. О! А вот надпись Припять. Ну что ж, господа, добро пожаловать в Припять. 1970 год. Катаемся. Ну уж эта музыка-то точно не закопирающим. Так вот. Какая была Припять до всего этого? Это для меня? Это мне? Там внутри баллоны взрывоопасные, скажите честно. Нет. Здесь ничего. А, видимо, это убрать? Или, не знаю. Это санки. Это, видимо, новогодние санки. А вот эти блоки убираются. Ты садишься и наслаждаешься санками. Летом. То, что я хотел. Спасибо. Так, смотрите. Он что-то сконструировал. Удар молотком. Да, работает идеально. Молоточком стукнул. И все прекрасно. Вот это санки. Я умру после этого. Скорее всего, я уже мертв. Это рай, скажите честно. Как же классно закручивают. А представьте, в VR бы как балдежно было. Вот так вот особенно как в центрифуге лететь. Мне нравится. Мне понравилось. Вот это пока самые лучшие постройки. Да, у него открывается багажник. Долбит нормально. О, можно даже включить другую мелодию. Можно включить сразу две. Вот это фантазия у автора модификации. В качестве дворников используется антенна радио. Так. О! Полноценная рабочая крыша. Вы рассмотрите, как вылезает. И все работает, даже на ходу. Как? Как это возможно было сделать? Так. Ну и мы можем убрать довольно быстро. Да. И открыть багажник. Все. Застрял. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok